Здравствуйте! В эфире новости столицы. Все, что произошло за неделю в Махачкале и заслуживает внимания. Смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. С ними ознакомлю вас я, Ларьяна Шимхалаева. И вначале короткий анонс. Внимание! Вас снимает камера. На улице Коркмасова установят видеофиксаторы для выявления фактов сбора мусора в неположенных местах. Прокатились с мэром Махачкалы Салман Дадаев. Международный день защиты детей. Подарил газель многодетной семье. От 9 до 9. Три дня на центральной площади Махачкалы будет много кофе. В столице республики стартовал фестиваль на лучшего бариста, организованной мэрией. Раненого на Украине военнослужащего навестил мэр Махачкалы Салман Дадаев. Хумкер Хидербеков в составе 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии принимал участие в специальной военной операции на территории Украины. При освобождении поселка Благодатное Донецкой Народной Республики получил ранение. На вертолете пострадавшего доставили в госпиталь. Сейчас морской пехотинец дома с женой и маленькой дочерью. Однако ему предстоит сложная операция. На реабилитации было. И голову, и колено. И МРТ заново сделает, что нет улучшений. Все ребята на сайте? Да, конечно. Благодатное. Есть населенный пункт рядом с Волновах. Там тяжелые бои были у нас с этим. По нашей информации, что там батальон Айгар был. С оснабжением, с этим моментом, все было нормально. Все нормально было. Просто я говорю, времени никогда не было. Покушать там, еще что-то. Когда бывало, конечно, кушать там. Ну, пока я сам туда не попал, я не думал, что они настолько делали на цисты. На самом деле, они вот так детей, я лично видел, вот так держали. Вот мирно, чтобы настрелять. Мэр Махачкалы поблагодарил Кумкера за проявленную стойкость и мужество. Салман Дадаев обещал помочь семье военнослужащего с жильем. Мэр вручил орден мужества отцу Саида Шапиева. Шапиев погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Он стал одним из шести махачкалинцев, удостоенных решением президента России Владимира Путина орденом мужества, к сожалению, посмертно. Дадаев, вручая орден Гаджи Али Шапиеву, выразил слова соболезнования и поддержки. Выполняем важную, почетную, но в то же время скорбную миссию передачи вам ордена мужества, который, к сожалению, присвоен Саиду Гаджи Али Ильичу Шапиеву посмертно. Из тех документов, которые имеются, по описаниям обстоятельств, мы знаем, что наш земляк, орденец посылка Сувак, Саид Гаджи Али Ильич, провел мужество при выполнении воинского долга в рамках специальной военной операции, которая объявлена с целью искоренить нацизм на братской нам территории Украины. Никакими словами, конечно, не унять ту боль, которая у вас в груди, не восполнить утрату. Но в эти дни и минуты и Верховный Главнокомандующий Президент страны, и руководство Республики, и мы рядом с вами скорбим, осознаем тяжесть вашей утраты и готовы прийти на помощь в любую минуту, которую вы позовете. Отец героя, в свою очередь, поблагодарил руководство страны за то, что оно поддерживает семьи погибших военнослужащих в такое непростое время. Предпринимателей, оставляющих мусор на тротуарах, накажут. Мэр Махачкалы Салман Дадаев осмотрел несколько улиц в центре города. Поводом для ночного рейда стали фото и видео, опубликованные в телеграм-каналах, где был растиражирован пост блогера Алексея Долгих о том, что на участках реконструкции ночью скапливаются отходы. Сотрудники администрации прошли по университетской площади, улицам Коркмасова, Толстого, Держинского, Дахадаева, Гамида-Долгата и по скверу имени Фазу Алиевой. Наличие договора о вывозе ТКО проверили у нескольких объектов общепита. По итогам проверок было принято решение об установке на отдельных участках камер видеонаблюдения. Это все было ночью. Между тем, днем на улице Коркмасова тоже не без нарушений. И касаются они неправильной парковки. Сотрудники госавтоинспекции разъясняют водителям, что брошенный автомобиль в непредназначенных для этого местах создает аварийную ситуацию и препятствует проезду других автомобилей. Напомним, на улице Коркмасова предусмотрены заездные карманы, но парковка разрешена только параллельная и в специально отведенных для этого местах. Паспорт готовности у многоквартирных домов Махачкалы должен быть сдан уже в сентябре. Об этом говорили участники совещания в мэрии города. Приглашенные обсудили график мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду 2022 и 2023 года. Представители районных администраций, управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций и других структур обсудили злободневные вопросы и поделились мнениями по оптимизации комплекса подготовительных работ к отопительному сезону. Главное, по мнению спикеров, чтобы население не испытывало проблем с коммунальными услугами. Сейчас, чтобы вы знали, у меня стоит оборудование, которое все автоматизировано, все фиксирует, все разговоры, все заявки, которые поступают на каждый звонок, оформляясь на электронном виде заявках, получили в прошлом году мы 486 тысяч обращений граждан города Махачкалы. Поставляем объем работы, это надо обработать, это надо передать, это надо еще ответы на них получить. Основные вопросы, которые трудности, мы сталкиваемся в этом году. Ну, многим ребятам мы пошли на встречу с ними, заключили договоры, потому что у вас нет аварийных диспетчерских служб, мы заключили с ними договоры, облегчить работу, чтобы мы берем на себя ответственность, если поступать от вашего дома звонки, привлечь присутствующие организации. Хотя это незаконно, но как-то облегчит труд наших жильцов. В первый день лета во всем мире отмечался Международный день защиты детей. Этот праздник один из самых старых, он известен еще с 1925 года. Его всегда отмечали речами о правах и благополучии детей, проводили показы детских художественных фильмов, устраивали спортивные соревнования. 1 июня в Махачкале на площадке перед историческим парком «Россия. Моя история» также прошла развлекательная программа для маленьких горожан и их родителей. Аниматоры пели, играли с ребятишками в забытые игры, дети рисовали или рассматривали уже написанные картины. Некоторые из малышей впервые узнали про существование своего праздника. Если честно, я еще никогда об этом празднике не слышал, и мы его еще не отмечали никогда. Родители меня еще не поздравили. А сегодня утром мы были на море, там были, я сделал большую яму и играли с дядей. Я думаю, что этот праздник нужен для того, чтобы защищать детей, но не только в этот день, а всегда. Я бы хотел пожелать, чтобы у всех детей в Дагестане родители были добрыми и хорошими. Особое внимание и взрослых, и детей привлек показ коллекции одежды этнических костюмов народов Дагестана, подготовленные техникумом дизайна, экономики и права. Работали над представленными вам сегодня коллекциями дети, которым по 15-16 лет. То есть это вчерашние девятиклассники, студенты техникума специальности дизайн одежды. Сейчас в обществе назревают всякие настроения, всякие тенденции. Выпуская эту коллекцию именно сегодня, именно в 22-м году и ко Дню защиты детей, мы хотим показать, нести в общество, нести будущим поколениям такой посыл, что мы должны ориентироваться на наши корни. То есть источник вдохновения, источник красоты, силы, источник воспитания семейных ценностей. На арт-площадке «Вернисаж» тем временем проходил конкурс детского рисунка «Моя Махачкала». Мероприятие стало уже традиционным. В этом году в нем приняли участие воспитанники детской художественной школы города и учащиеся столичных образовательных учреждений. Мэр города Салман Дадаев, который посетил «Вернисаж» со своими коллегами, отметил, что дети действительно талантливы, а рисунки впечатляют. Он пожелал юным художникам дальнейшего развития в творчестве и веселых каникул. Я вас поздравляю с сегодняшним замечательным днем, с защитой детей, когда мы, помним, заканчивались все школьные занятия, мероприятия. И для нас наступала такая счастливая пора, когда мы летом могли беззаботно три месяца посидеть только себе. И поэтому для детей это особенно такое радостное. И мы все тоже вспоминаем это с особой радостью. Это день, который посвящен интересам детей, защите их интересов, их здоровья. И очень замечательно, что сегодня Управление культуры города Махачкала организовало такое замечательное мероприятие, здесь когда дети, наши талантливые махачканинские дети, которых очень большое множество в Махачкале, могут проявить себя, выйти на пленэк, рисовать то, что им видится, их представление о завтрашнем дне, о их каникулах, об их жизни, об их городе. И, конечно же, выдержки родителям, потому что талантливые дети – это очень требующих всего большого внимания. Я вам желаю выдержки, здоровья вашим детям и побольше таких мероприятий. С праздником вас! А вот многодетная семья Шахбулатовых в Международный день защиты детей получила долгожданный подарок. Микроавтобус «Газель» подарил Шахбулатовым мэр города Салман Дадаев. Я понимаю, что для вас было самое важное. Вы нашли и искали возможность такой день защиты детей. Стольких детей и под свою защиту опеку села – это маленькая благодарность тебе от нас. Очень важно было. Спасибо вам большое. Да, вам здоровья. Толготе здоровья. Мои дети очень счастливы сегодня, радостные. Еще в марте этого года, когда мэр пришел поздравить Мадинат Шахбулатову с Международным женским днем, она обратилась к нему с просьбой оказать содействие в приобретении автомобиля. У Шахбулатовой 8 приемных детей, которые радостно встречали долгожданный подарок на улице и даже покатались с городоначальником на новой машине. А-а-а! Давай! Давай, 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 стой. Многодетная семья проживает в поселке Семендер. Отметим, что дома для своих детей Мадинат создала все необходимые условия для развития и обучения. А теперь у них, благодаря мэру Махачкалы, появился еще и личный транспорт. В Махачкале в ближайшие три дня будет проходить чемпионат бариста Северного Кавказа. С 9 утра до 9 вечера жители и гостей города ждет зрелищная борьба профессиональных кофеварщиков за звание лучшего в своем деле. В первый день на Центральной площади была организована концертная программа и мастер-классы для детей и взрослых. Здесь же расположились и шатры с продукцией местных кофеваров. В завершении дня желающие просмотрели кинофильм на большом экране. Инициатором проведения мероприятия стала администрация города. Поводом, как пояснили в мэрии, факт, что терпкий напиток в последнее время приобрел популярность среди махачкалинцев. Учитывая то, что у нас в Махачкале за последние несколько лет открылось и функционирует 400 кофейн, и каждый из них практически каждый день забит и большой спрос и от махачкалинцев, и от гостей столицы. Мы решили провести такие мероприятия, на которых мы сможем больше узнать про кофе. Специалисты, чемпионы мира, чемпионы России по кофеварению будут рассказывать нам, как появился этот напиток, какие разновидности кофейных зерен бывают, как их лучше смешивать. То есть мы еще более станем приверженцами этого напитка, более приобщимся и узнаем про наш любимый напиток еще больше. Параллельно очень такая давнишняя задумка была, что раз мы так сильно любим кофе, раз мы каждый день его употребляем, если у нас столько кофейн, то обязательно в кофейнах в Махачкале должен появиться кофейный напиток, который созвучен с названием нашего города, который мы будем наиболее больше ценить. И для того, чтобы помочь нам его приготовить, смешать именно таким нужным образом, мы обратились к этим специалистам, что параллельно с чемпионатом обязательно, они нам помогли приготовить, и из этого специалисты выберут наиболее лучший напиток, который будет называться «Махачкалина», и который будет прописан в меню каждой кофейни города Махачкалы, и будет подаваться для нас, для наших гостей, для туристов. Итоги мероприятия подведут 6 июня, тогда же состоится церемония награждения и торжественное закрытие. Это было все, чем запомнилась «Махачкалинская неделя». Я с вами прощаюсь и до встречи на следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова